Добрый день! Хочу представить вашему вниманию дождеватель импульсный на колышке фирмы Гордена, артикул 8136. Данный дождеватель поставляется вот в такой упаковке, даже ничем не закрыт. Раньше был закрыт еще пластиковым чехлом, сейчас его нет. Оно и понятно, потому что стоимость данного дождевателя достаточно высокая. И, соответственно, покупатель хочет пощупать и понять, что данный прибор клевый и его надо купить. Итак, давайте посмотрим, что же на буклете сделано. То есть, он такой красочный, поэтому я говорю слово буклет. Но упаковку это не тянет. Оставим пока прибор в стороне. Вот, нарисовано как он на работе. Дальше, площадь опрыскивания от 75 до 490 квадратных метров. Диаметр полива от 10 до 25 метров. И сектор полива от 25 градусов до 360. Вот, на противоположной стороне нарисовано, что нельзя оставлять при отрицательных температурах данный дождеватель. В принципе, оно и понятно. Так почему? Почему же оставлять такой дождеватель? Он дорогой. А если испортится, то второй раз покупать тот прибор, который сломался, ну, не знаю, при минус 2 градусах. Не знаю, я бы, наверное, не купил второй раз так. Но я люблю бережно относиться к вещам, поэтому, в принципе, у меня такого, янгейс, не произойдет. Вот, имеется два регулировочных элемента. Это колесико и два стопорных язычка. Два стопора. Первый регулирует дальность полива, второй регулирует сектор полива, как вы видите. Вот, дальше, также нарисовано еще, видно или нет, не знаю, фокусирует, не могу понять. В общем, представлены таблицы в зависимости от давления водопроводной сети от площади опрыскивания. В принципе, здесь видно, что дальность полива не сильно изменяется, то есть, всего на 2 метра, и в соответствии с этим площадь меняется немного. Но это, я думаю, что не так страшно на самом деле. И чуть пониже нарисована картинка, как подключать несколько дождевателей в сеть, последовательно друг за другом. Тоже удобно. Тут, кстати, еще дополнительная информация есть. Вот, видите, ну, тут ничего полезного нет, так, чистая информация про фирму, наверное. Вот, собственно, на этом буклет откладываем в сторону, тут больше ничего интересного нет. Перейдем, собственно, к самому интересному. Дождеватель выполнен хорошо, добротно, из качественных материалов с применением металла. Ну, то есть, в данном случае, это алюминий, пластик. Вот, резиновые уплотнительные кольца. Также вот здесь, вот на этом колесике, резина видна. Ну, немножко здесь цинка есть, я не ошибаюсь, вот на сопле. Ну, и как бы, ну, всякие хромированные детальки еще есть. Вот, может, это не хромированный, если это не ржавейка, то это было бы очень замечательно. Ну, ладно, ну, вряд ли это не ржавейка. Здесь колышек изготовлен из трубы овального сечения, соострен под острым углом, очень легко втыкается в твердую землю, держится, не проворачивается за счет своего сечения. Удобно. Единственный, как бы, минус, то, что, может быть, земля попадает сюда. Ну, это, в принципе, можно использовать. Берешь пистолет, моешь быстренько, все, чистый. Ну, так же сюда еще земля может попасть. Дальше подключается к штуцеру, ну, допустим, штуцер стандартный такой вот, например. Вот. Это пробка для того, чтобы подсоединить, это, вернее, отверстие, пробка и закрыта. Отверстие для того, чтобы подключить следующий дождеватель, если одного не хватает. На схеме это представлено, это все, в принципе, все просто. То есть, подключаем просто, откручиваем пробку. Так, я чуть-чуть криво, что ли. В общем, подключаем штуцер с резьбой внутренней, дальше шланг, и дальше подключаем второй дождеватель. Ну, и третий, если вдруг понадобится, если хватает давления в системе. Так, ручка удобная, держаться из него очень хорошо. Тыкается удобно, убирается хорошо тоже. Дальше, два регулировочных элемента. Итак, первый, это колесико. Регулирует дальность полива против часовой стрелки. Увеличиваем дальность полива, по часовой стрелке крутим, уменьшаем дальность полива. Вот так вот, видите, регулируется, собственно, вот эта вот планка. То есть, при максимальном подъеме ее, она вообще не мешает соплу, не мешает воде, выходящей из сопла. По мере опускания она начинает ее расплющать. То есть, струя начинает расплющаться. Вот видите, здесь еще такие канавские, которые распределяют струю по горизонтали. Вот таким образом, собственно. Дальше, вот эти два регулировочных стопора. Они регулируют сектор полива. Вот в этом секторе он будет поливать. Минимальный угол у нас 25 градусов, максимальный 360. Это когда либо разведены язычки полностью, либо когда вот этот вот проволочный язычок поднимается наверх. И в этом случае головка свободно вращается в одном направлении. У данной стороны, в принципе, есть минус, когда язычок поднят, естественно, я имею в виду. То, что в данном случае дождеватель будет работать в одном режиме только. То есть, либо дальнюю часть от себя будет поливать, либо поближе, но всю. То есть, в этом случае надо быть внимательным и выставлять нужный вам режим. Вот. А если язычки выставим максимально на 360 градусов, то, в принципе, данной проблемы не будет. То есть, он будет также поливать на 360 градусов, но будет поливать в два этапа. Соответственно, в одну сторону против часовой, если не ошибаюсь. Так, сейчас, подождите, вспомню. Да, против часовой стрелки... Так. Нет. По часовой стрелке он поливает дальнюю часть от себя. Против часовой стрелки прерывистой струей поливает все, что находится в ближней части от него. Ну, вот, собственно, так происходит полив. Можем регулировать дальность струи. То есть, вот видите, вот так он будет поливать. То есть, видите, вот этот минимальный угол. Ну, собственно, вот так вот все. Так, так вот. Так вот. Так вот. То есть, вот так вот.